Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю. В эфире Минск чрезвычайный. У микрофона Анастасия Гарба. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. С начала года в Минске на пожары и загорания спасатели совершили более 260 выездов. На пожарах погибли 3 человека. К сожалению, на минувшей неделе в больнице от полученных травм на пожаре 29 января в квартире по улице Бельского скончалась 40-летняя женщина. За это время от пожаров пострадали 7 человек, а вот 19, в том числе одного ребенка, работники МЧС спасли и эвакуировали из опасных зон. Далее подробности происшествий минувшей недели. Минск чрезвычайный. Во вторник в столице дорогу не поделили два тяжеловеса, Мерседеса Тега и МАЗ. Столкновение произошло вечером на Партизанском проспекте. В результате водитель немецкой машины не мог покинуть авто самостоятельно. Ему понадобилась помощь спасателей. Работники МЧС деблокировали 52-летнего мужчину и передали врачам. С переломом и черепно-мозговой травмой он был госпитализирован. Водитель второго автомобиля не пострадал. В среду столичные спасатели пришли на помощь коту, застрявшему в батарее. Вызов поступил с многоквартирного дома по улице Есенина. С помощью подручных средств животные освободились за подни. Домашний любимец не пострадал. Напомним, что такие происшествия не входят в компетенцию спасателей. Каждая подобная ситуация рассматривается индивидуально. И если у спасателей есть возможность, то они откликаются на такие случаи. Минск чрезвычайный. А вот в четверг утром на 14-м километре с Миловичского тракта на выезде из города встретились легковой Volkswagen и микроавтобусы Века. От мощного удара в универсале смяло практически всю заднюю часть. В салоне находилась семья. На заднем сидении зажала 30-летнюю девушку. Ее освобождали спасатели. Мать пострадавшей сама выбралась из автомобиля. Пассажирок с различными травмами увезли в больницу. Водители обеих машин не пострадали. В пятницу утром на переулке Липковский в результате короткого замыкания загорелся грузовой автомобиль Renault Premium. К счастью, оперативно прибывшие спасатели потушили загорание. Никто не пострадал. В результате ЧП повреждена панель приборов, лобовое стекло и обшивка салона французского грузовика. Ежегодно в сводках спасателей зафиксированы случаи, когда из-за несоблюдения правил безопасности люди проваливаются под лед и нуждаются в помощи. Лед на водоемах – место повышенной опасности. Особенно в период неустойчивых погодных условий, когда перепады температуры влияют на его плотность и толщину. Субботний вечер не стал исключением для этого утверждения. В начале 6-го на номер 101 очевидец сообщил о провалившемся под лед Комсомольского озера человеке. К месту ЧП оперативно были направлены расчеты спасателей. К счастью, еще до их прибытия провалившегося человека спас находившийся неподалеку рыбак при помощи буксировочного фала. Позже было установлено, что 30-летний пострадавший находился в полынье озера на расстоянии 50 метров от берега. Глубина здесь составляет около 2,5 метров. Спасенный с предварительным диагнозом общее перехлаждение в пресной воде в состоянии алкогольного опьянения был передан бригаде медиков и госпитализирован. Несмотря на то, что в данном случае все обошлось, последствия могли быть трагичными, ведь в ледяной воде достаточно провести несколько минут, чтобы организм был охлажден до того состояния, из которого уже невозможно восстановление его жизненно важных функций. Минск чрезвычайный. Что же делать, если кто-то провалился под лед? Прежде всего не паникуйте и подумайте, что можно сделать. Возможно, лучшим решением будет позвать на помощь другого человека. Серьезное ДТП произошло в воскресенье вечером в столице. Авария случилась на улице Якубоколоса. Легковой автомобиль Ниссан столкнулся с трамваем, следовавшим по маршруту номер один. От удара у новенького японского седана, собранного в прошлом году, серьезно пострадала левая сторона. 36-летний водитель получил травмы и не мог покинуть машину самостоятельно. Его пришлось деблокировать работникам МЧС при помощи специального оборудования. В тяжелом состоянии он был передан медикам для госпитализации в больницу. О происшествиях сегодня все. До встречи через неделю. Пока. Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.